Торжественным маршем начинается праздничное мероприятие. В Ангарске на плацу войсковой части готово к награждению бойцы внутренних войск МВД. Медали и грамоты военнослужащие получают за участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Личный состав поздравляют и ветераны Великой Отечественной. Большинство, наши молодежь, достойны своей родины и стремятся защищать. И в Чечне, и в Дагестане, и где только наши войска не зашли миротворцы. Парад. Шеренгами проходят военнослужащие, затем боевые машины и самое интересное – показательные выступления боевых подразделений. Первыми для отражения условной атаки противника выдвигаются солдаты разведывательно-поисковой группы. Специфика службы такова, что оружие можно использовать не всегда, поэтому собака здесь – лучший помощник. Основная задача полка – это охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности в городе Ангарске и Иркутске. Следующий этап – обнаружение и уничтожение группы боевиков. Противник минирует дорогу на пути техники. Саперы обязаны обеспечить безопасный проход колонны. БТР медленно подается вперед. Замечено движение в радиусе 300 метров. Звучит предупредительный выстрел из крупнокалиберного пулемета. Завязывается бой и первая потеря. Раненого заносят в бронетранспортер. Следующий шаг – без отряда ликвидация боевиков. Командиры проявили свои таланты командирские. Они подготовили личный состав. А этот личный состав постоянно находится в боевой готовности номер один. Личный состав 63-го полка несет службу не только в Приангаре, но и по всей стране. Последняя командировка для солдат оперативного подразделения была в Сочи. Для обеспечения общественного порядка на зимних Олимпийских играх. Глеб Чашин, Александр Мокин. Новости сейчас. Сочи.